здравствуйте друзья я как уже сказал хотел несколько видео сделать драйвера электродвигателей прошли видео драйвер был сейчас другой на чипе l9110 на этой на этом чипе я хотел сегодня обсуждать на этот драйвер и кроме того чтобы интересно было я решил управлять электродвигателем дистанционно и при помощи этого гироскопа сделал пульт управления на этот вот этот пульт управления arduino pro mini здесь этот радиомодуль и этот гироскоп то есть при помощи вот этого пульта можно дистанционно управлять электродвигательными этими 250 300 400 метров до 400 это максимум но 250 это нормально после 250 может и этот 250 это будет точно то есть вот такую схемку собрал давайте первоначально посмотрим как это все работает потом обзор сделаю на эту микросхему так тут видео итак друзья сегодня хотел сделать обзор драйвера двигателя на чипе l9110 вот такой модуль на чипе два чипа находится и то есть на каждом чипе два канала два канала и можно подключить два двигателя то есть вперед назад вот включена первый двигатель второй двигатель и кроме того вот чтобы все это интересно было я решил управлять это все при помощи пульта дистанционного управления то есть на радиомодули вот такой тоже собрал так здесь у нас этот артуина права про мини так радиомодуль вот это и еще здесь этот гироскоп еще через гироскоп управляем двигателей то есть это вперед назад и поворот и здесь тоже радиомодуль и это можно управлять данный связь где 250 400 метров примерно так по прямой видимости тоже работа тут сейчас подключаю вот этот пульт пульта рад включился так вот посмотрите вперед обе двигателя период поворот один остановился другой работает вот таким образом через гироскоп вот здесь гироскоп и получается пульта дистанционного управления при помощи вот эти кнопки выключаем от начали выключиться сейчас я ничего не будет так нажали включается включился светодиод загорается движение период обе двигателя период движение назад что-то у нас там этот перегрузка прошла вид видимо выключается что-то давайте еще раз включу видимо вот это надо через отдельный блок надо подключить они через компьютер так так назад так период поворот одну сторону поворот другую сторону так ничего нету давайте я еще подальше отойду посмотрю как это все работает все работает тут тут на этом я антенну отключил из близкого растания работает когда антенна включена вот таким образом все это работает остальные на компьютере покажу так теперь давайте сначала вот про этот модуль покажу вот модуль этот такой тут два чипа на модуле и l91 10s 2 то есть на каждом чипе два канала два двигателя можно подключить или один шаг двигатель так здесь гнд вот это средний гнд это втс и управление два период назад и здесь тоже период назад на вот это для канала а двигателя а это для двигателя б то есть вот два входа и я хочу сказать что здесь входе работают на на этот низким уровнем то есть если низко уровнем подаем двигатель то тогда этот будет включаться я не знаю почему это так ну я сталкивался первые вот это то есть здесь не единица подам на входы а низкий уровень так и есть модуль еще тоже такой же вот здесь уже этот распиновка немножко по-другому но они одинаковые здесь то есть это питание сбоку а там но они тоже самое то есть самыми красами тоже самые функции выполняют ну я не знаю может у меня вот такой модуль это работает с логическим нулем а здесь и не знаю можете здесь сопротивление меньше может этот логическим единицы я не знаю у меня вот такой модуль так вот про модуля это так давайте посмотрим что за модуль то есть это модуль драйвер для управления управление двумя коллекторными двигателями или одним двухфазным шаговым и характеристики такую но я как уже сказал две микросхемы стоят напряжение питания две с половиной вольта до 12 вольт так допустимый ток на канал 800 миллиампер максимальный кратковременный ток на 1500 миллиампер поддерживает два двигателя вот или один шаг в рабочая температура с 0 до 80 и там еще светодиод загорается показывает питание питание показывает так вот это про этот модуль так теперь давайте 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 сначала схеме по схеме подключения так вот этот модуль вот это схема подключаем модула вот этого модуля к ардуино то есть четыре входа вот здесь подключение плюс-минус и этот радио модуль трансивер 24 гигагерца дальность связи 250 400 метров где так должно работать у меня было вот этот обзор про про эту про этого модуля так кому интересно вот можете посмотреть так что я хотел сказать что-то сказал то есть два двигателя и этот подключаем и управляем вот это через радио пульт управляем вот этим двигательом вперед назад здесь чем режима нету вот на эти модули поэтому я скорость не регулировал но следующем видео уже модуль будет который поддерживает чем я попробую при помощи вот этого как бы чтобы и скорость тоже можно было увеличить уменьшить типа так вот это первая схема вот это как двигатель а вторая схема вот это пульт пульт тоже еще такой вот этот радиомодуль трансивер 24 гигагерца подключается к rx tx ну там тоже то есть здесь наоборот tx надо rx rx tx подключить и здесь еще модуль гироскопа на этот g521 вот такой модуль гироскопа подключается sda и scl вот на этом на про мини ардуино про мини но здесь это ввода не обозначены я просто здесь подключаю будете знать вот это 4 4 5 вот это аналоговый вход вот здесь где-то находится здесь не нарисовано вот scl к scl sda к sda и получается вот когда наклоняем период вот это пульт включается двигатель и период наклоняем назад двигатель и реверс включается наклоняем допустим период наклонили и еще налево пойдет этот один двигатель отключается направо другой двигатель отключается вот таким образом это все управляется но пока здесь это шима нету как я уже сказал следующий уже наверно шима попробую если получится вот сделаю так и теперь давайте посмотрим посмотреть еще в flprog как это все работает так я использовал этот если если использовал здесь этот матбас при помощи передачи данных при помощи вот матбаса передается то есть вот который на пульте вот это про мини вот программа на пульте которой про мини здесь это слейв устройство у меня получается слейв вот это модуль модуль gy521 подключается это я с форума flprog взяли владимир rv6cm по моему вот владимир это его блок фб блок то есть вот при наклоне право налево или вверх вниз здесь это цифре изменяется с 0 до 180 и здесь тоже а здесь так здесь вот это минус девяносто чтобы это середина пыла как бы и через матбас передается кнопка вот и вот я включая на жалий включится второй раз нажали отключиться и светодиод обратный связь как бы как там на платформе включается питание и здесь это дозни загорается одно это обратный связь уже видно работает не работает включился одним включился так включает за настройки настройки так здесь я подключил компорту то есть rx tx tx rx вот этот скорость 9600 пин tx rx нету так теперь вот это который на у но это уже на двигателе здесь он у нас получается как мастер мастер и ты слева вот оттуда сюда данные передается вот вот это уже слева там у нас вот кнопка лет один и этот по иксу по игреку циферки сюда передается и здесь как прошлое видео я показал вот там при помощи джойстика била тоже сами схема остался ну тут немножко этот изменили вот там от джойстика вот сюда сигналы поступал через как его через аналоговый вход а здесь smart bass поступает и здесь уже числе другие там числе числе другие то есть это ноль числе другие здесь там до 1000 23 было здесь до 180 как получается вот это меньше или равно больше или равно вот это все и здесь это еще на анд вот один ввод тоже добавил чтобы выключили или включили то есть мы там кнопку нажимаем вот это через этот сигнал сюда попадаются r3 проходит т-триггер срабатывает и здесь на выходе состояние меняется то есть если единица здесь единица открывает все эти анд входы то есть они как бы готовы к работе если но тогда ничего не будет не будет работать и здесь тоже светодиод на на 13 пене вот загорается когда включаю светодиод должен загораться я там светодиода не поставили но там видно на платы arduino там загорается когда включается и вот это для обратной связи отсюда обратно туда к дисплею сигнал передается там видим включился ли выключен но это я говорю что первоначально такая сырая еще тут на такое что-то доработать чувствительности как бы с этими цифрами поиграть и потому что там наклоне много делаю что работал здесь надо как-то вот немножко по-другому делась но это первоначально я думаю вот это на следующий уже немножко по-другому будет и как бы там хотел бы еще это по скорости еще чтобы скорость тоже можно было управлять то есть наклоняем период он двигается период чем больше наклоняем тем скорость выше получается и наоборот и назад тоже так же попробую делать если получится выложу так вроде все так то что вот использовал будет компоненты какие особенно вот это прямопередатчики они немножко дороговатый но я думаю очень хорошие вещи если хотите там эта ссылка поставлю там можете посмотреть если интересно покупать так и скетчи схемы будет на сайте опять ссылка под видео спасибо за внимание до свидания